В этой небольшой палатке всегда полно народу. Послушать, как петли хлеб бойцы Красной Армии, каждый день приходят все новые школьники. Владимирский хлебокомбинат подготовил эту экспозицию к юбилею Победы. Хотели привлечь детей, но оказалось, что таких фактов даже некоторые взрослые не знают. Именно на московском кроте был ржевский хлеб, но это не ржаной хлеб. Он сделался из картошки. Представьте, да? Картошку варили, очищали, раскладывали на противень, смешивали ее с отрубями, потом в большие формы, смазанные жиром, помещали вот это тесто и получался вот такой хлеб. Я не знала, во-первых, какие нормы хлеба были тогда, из чего он делался. Как оказалось, состав очень интересный и очень сильно отличается от нашего, современного. Здесь в фотографиях история Сталинградской и Курской битвы рецепт блокадного хлеба. Этим семиклассникам в блокадном Ленинграде полагалось всего 125 граммов в день. Вот и они, расфасованные владимирскими хлебопеками. Ребята признаются, на таком жить бы не рискнули. Специально для экскурсий хлебокомбинат вспомнил и старые фронтовые рецепты. Ржаная мука, дрожжи и соль. Военный хлеб можно даже попробовать. Он отличается цветом, жестче и ингредиенты там разные. Но в чем-то они одинаковые, в чем-то различные. Но мне больше, конечно, нравится сейчас современный, потому что он мягче и вкуснее. 9 мая такая же палатка будет стоять на площади Победы. В этот день каждый желающий сможет увидеть секреты военного хлеба и даже попробовать его на вкус. Но для хлебокомбината это не единственная праздничная акция. Мы разместили поздравления на всей продукции, которую мы выпускаем на упаковке юбилейную. Мы сделали, разместили наших ветеранов в баннерах. Для нас этот праздник, он святой. Это не официальный какой-то праздник, а именно праздник души, сердца, благодарности всем тем людям, которые отдали жизнь, здоровье, судьбу, может быть, за то, что мы сейчас имеем. А вот так пекут уже современный хлеб. Чтобы ребятам было с чем сравнить, участников экскурсии провели по цехам хлебокомбината. От фронтовых печек этот процесс сильно отличается. Сначала закваска, потом печь и даже упаковка. Здесь можно посмотреть на батон дачный и хлеб дарницкий. Удивило, что столько много хлеба, я этого не ожидала. Закваска необычная. В общем, все понравилось. Валерия Саенко и Евгений Токарев, 6 канал.